МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Неожиданного министр здравоохранения Хакасии уходит в отставку. Владимир Костюш написал заявление об уходе с должности по собственному желанию с 1 августа. Такое решение руководитель ведомства, которое он возглавлял 3 года, принял, находясь в отпуске. Сейчас рассматривается несколько кандидатур на министерское кресло. Одна из самых вероятных – Виктор Шевченко из Красноярска. Стоит отметить, что он имеет внушительный послужной список и профессиональное образование. Доктор медицинских наук свою врачебную деятельность начал еще в 1988 году. Был заместителем губернатора Новосибирской области, затем советником губернатора Красноярского края. Окончательное решение будет принято главой Хакасии в ближайшее время. Обязанности министра временно исполняет первый заместитель Александр Стреленко. И о финансах. В начале августа состоится аукцион на право предоставления коммерческого кредита бюджету Хакасии, объявленный Министерством финансов Республики. Объявленный ранее аукцион не состоялся по техническим причинам. Ни одна финансово-кредитная организация не успела подать заявку. Об этом глава Хакасии рассказал во время прямого эфира на РТС. Валентин Коновалов отметил, что второй аукцион был заявлен заранее. Это связано с тем, что банки не всегда успевают согласовать со своими центральными органами участие в торгах. Это чисто техническая накладка. Напомню, правительство Хакасии планирует привлечь коммерческий кредит в размере 1 миллиарда 755 миллионов рублей. Мера вынуждена, чтобы рефинансировать казначейский бюджетный кредит. Его республика брала в феврале текущего года на выполнение социальных обязательств. Выплату зарплаты и помощь муниципальным образованием для разблокировки счетов. Изменения в федеральном законодательстве позволили перенести срок погашения кредита на август. Из-за пандемии экономическая ситуация в стране ухудшилась. И у республики нет сейчас возможности погасить кредит за счет собственных средств. В правительстве подчеркивают, привлечение заема не повлечет за собой увеличение госдолга. Один кредит будет замещен другим. Коммерческий кредит планируется взять до конца 2021 года. Курс на улучшение в правительстве Хакасии сегодня состоялось заседание штаба, на котором обсудили текущую эпид-обстановку в регионе, а также возможность перехода республики на второй этап снятия ограничений. Впервые за 10 недель, отметил главный санитарный врач региона Татьяна Романова, в Хакасии зафиксировано снижение уровня инфицирования. Так, в течение всей прошлой недели ежедневно количество заболевших не превышало 21. Положительная динамика сохраняется и сегодня. За минувшие сутки в Хакасии 20 новых случаев. Вместе с тем, коэффициент распространения стабильным считать еще пока нельзя, поскольку мы всего 5 дней имеем коэффициент распространения от 0,8 до 0,6. Необходимо промониторировать еще 3 дня. В анамнезе отмечается посещение мест массового отдыха. Это и Ширинские озера, и база отдыха Бериндей города Саиногорска. 24% указывают на посещение торговых комплексов и магазинов, как в средствах защиты, так и без их применения. И 9% пользуются общественным транспортом. Масочный режим в республике продолжает действовать. Средства индивидуальной защиты доказали свою эффективность. Вместе с тем, отмечается, что очаги инфекции зафиксированы практически во всех сферах. Это единичные случаи, а массовыми по-прежнему остаются рабочие и семейные контакты. На последние приходится около половины заболевших. В республиканских стационарах сейчас достаточно свободных мест для коронавирусных больных, около 120 коек. Врачи отмечают, что в Хакасии формируется так называемый коллективный иммунитет против новой болезни. Обследовано более 7 тысяч человек, и почти у 6% из них обнаружены антитела. Взятый регионом курс на выздоровление позволил вновь поднять вопрос о возобновлении плановой медицинской помощи. Сегодня в ходе штаба прозвучали и конкретные сроки открытия больницы поликлиник. Предлагаем с 3-го 08-го оказание плановой медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и дневного стационара восстановить, кроме граждан старше 65 лет и группы риска, имеющих хронические заболевания. То есть там однозначно эта категория остается дома. Мы их либо лечим дистанционно, либо на дому, либо с адресной доставкой медикаментов на дом. Второе. Предлагаем специализированную медицинскую помощь, плановую, восстанавливать точно так же специализированную медицинскую помощь по профилю стоматология. Там с учетом показателей в муниципальных образованиях, в отдельных муниципальных образованиях, где все критерии будут соблюдены, то, что сегодня надо для второго этапа, я думаю, что с 3-го 08-го можно будет попытаться восстановить. Информация для предпринимателей. Минтруд России разрешил работодателям закупать маски, термометры и санитайзеры, а также тестировать на COVID-19 своих работников частично за счет страховых взносов. Размер компенсации составит до 20% страховых отчислений за 2019 год, сообщается на сайте Минтруда. Перечень мер, расходы на которые можно возместить за счет страховых взносов, расширяется за счет средств индивидуальной защиты, в том числе одноразовых халатов, и противочумных костюмов. Подать заявление в территориальный орган фонда социального страхования можно до 1 октября текущего года. Отмечу, что ранее за счет страховых взносов работодатели могли финансировать только обучение по охране труда и санатории для работников на вредных производствах. Дорожная авария в центре Абакана парализовала движение автомобилей на несколько часов. Одним из участников ДТП стал водитель такси. Пассажиры из его машины госпитализировали с сотрясением мозга. Инспекторы ГИБДД отмечают, таксистам не впервые нарушать правила. Перекресток улиц Ленина и Тараса Шевченко с утра оживлен. Пробка из машин по одной стороне, с другой блогеры из Иваки, которые активно постят аварию в соцсетях. Машина с шашечками почти вкопалась в землю на обочине, сломав ограждение и налетев на дерево. А в центре перекрестка покорюженная «Хонда». Как рассказывают участники ДТП, иномарка на зеленый сигнал светофора сворачивала с Ленина на Тараса Шевченко. Однако завершить маневр не успела. В нее влетела «Лада». Водитель такси уверяет, что тоже ехал на зеленый. В итоге иномарку раскрутила несколько раз, а таксист улетел на обочину. Его пассажир получил сотрясение мозга. И здесь уже красный загорел, и вдруг откуда ни возьмись, он несет со всей дурью, ба-бах, все уже закружило. Вообще ужас. Вы видите, какая скорость у него была, что он улетел аж. Если бы он просто потихоньку домой, бы просто раз и все, да. Ну, вы говорите, вас прямо крутило? Нас закружило, вот так вот раскружило. У нас инструменты в сумке были, в багажнике я их вот тут вот собирала, под деревом. Все улетело. Закончите, желтый маневр. Я обязан был закончить маневр. Вот так поправил. А с какой скоростью ехали? Не знаю. Я завершал маневр. Потому что вас сильно закрутило-то. Нас? Это его сильно закрутило? Нет, ну вы-то вылетели, получается. Если бы ехали... Так вы видите, какая дорога? Ну, если бы с меньшей скоростью не вылетели бы, наверное. Так если бы он уступил бы мне дорогу по правилам, ничего бы не включило. По словам инспекторов ГИБДД Абакана, рейды в отношении водителей такси показывают. Нарушать правила они мастаки. Основные нарушения, которые допускают водители, это маневрирование. То есть они не включают сигналы поворота. Они перестраиваются не там, где это требует правила дорожного движения. Помимо этого, они очень часто превышают скоростной режим. И очень часто ездят без лицензии. То есть, соответственно, у них нет права на перевозку пассажиров. Никто из участников ДТП не признал себя виновным. Теперь точку в деле предстоит поставить суду. Жителям малых сел Хакасии направлено 12 миллионов рублей в виде компенсации на содержание личного подворья. Региональная Минтруда уже перечислила деньги за первое полугодие текущего года. Средства предусмотрены из республиканского бюджета жителям малых и отдаленных сел Хакасии в виде частичной денежной компенсации. На одну корову за полугодие полагается 3432 рубля. На конематку около 1000, на овцу 312 рублей. Однако компенсация теперь выплачивается только за 5 коров, одну конематку и 10 овец. Таким образом, максимальная выплата одному хозяйству не более 21 тысячи рублей за полугодие. Отмечу, что выплаты проходят два раза в год по полугодиям. Чтобы получить субсидию за второе полугодие, жителям малых и отдаленных сел Республики необходимо предоставить документы не позднее 1 ноября текущего года. К другим темам. Дом в Аскизе на улице Горького 1 прославился тем, что на протяжении нескольких лет в прямом смысле слова утопал в фекалиях. Сейчас он наконец-то потерял незавидную славу. Жильцы добились замены канализации. А сейчас намерены доказать в суде, что многоэтажка вовсе не пригодна для жилья. Катерина Ирушина продолжит. Чуть больше года прошло с тех пор, когда было отснято это видео. Плавучая жижа в ванне и на Чебодаевой. Женщина живет на первом этаже, прямо над канализационными стоками в подвале. Вся вонь и мухи летят к ней не первый год. Инна судится и просит откачать зловонную жидкость и признать дом аварийным. Пришлось съехать и снимать квартиру в аренду. На сегодняшний день я сижу вообще реально прямым текстом в говне. Как так? И обращалась по поводу данного вопроса во всей инстанции, начиная с Абрака Васильевича. Очередной суд вынудил администрацию заменить септик. Заказали экспертизу. Когда я приехал, Град Сергеевич Николаевич, посмотрев наш дом, обследовав первоначально, да, визуально, он увидел о том, что канализация полностью в нерабочем состоянии. То есть очистные целиком затекают под дом. И обратился в администрацию сельского совета, которые по его просьбе вышли на управляющую компанию, которая нам провела замену септика. Горького 1, первый подъезд. Делают септик. В этот момент хочу показать, что такое грунтовые воды. Никто не верит. Вот, смотрите, стоит вода. Она не септика. А вот добиться того, чтобы признали дом аварийным, непросто. В повторной экспертизе сначала написали, что это фекалии попадали под дом. Но септик-то сделали. И вот опять в начале июня в подвале хоть бассейн устраивай. Грунтовые воды залили весь фундамент. Уровень воды очень положен. Здесь уже, не знаю, наверное, выше метра. Вот, смотрите, эта грунтовая вода занимала в прошлый раз где-то периметр 2 на 2. На сегодняшний день занимает полностью. Здесь периметр 3 на 3, наверное, да? И уходит под квартиру 2 и квартира 11. Нумерация полностью дом, под поле под водой. Когда здесь сухо обваливаются стены, в 1977 году износ дома составил уже 40%. Сейчас здание уходит под землю. Фундамент утратил стойкость на 47%. Дали заключение эксперты. Однако в нем еще можно жить. Везде написано по экспертизе, что ограниченные работоспособности полностью, да? По всем, кроме вентиляции, вентиляция 100% аварийная, канализация аварийная 100%, типа дом еще немножко простоит. Квартира номер 10, в туалете, потолочная плита в аварийном состоянии, которая может упасть. Это прямо написано по заключению. Инна Чебедаева сомневается в прозрачности экспертизы, как можно не видеть очевидных фактов. Грунтовые воды на глубине чуть больше метра. Женщина надеется, что на проблему обратят внимание надзорники и общественники и поставит дело на контроль. Все основания для расторжения договоров с компанией ДСУ-7 есть. Об этом сегодня заявили в правительстве Хакасии в ходе рабочего заседания. Напомним, этот подрядчик выиграл два крупных объекта в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Вот только с выполнением работ возникли серьезные проблемы. Деньги не осваиваются, а сроки уходят. Объездная дорога от Кольца в районе улицы Итыгина до микрорайона Молодежный. Реконструкция проезжей части по нацпроекту ведется уже несколько месяцев, но конца и края не видно. Общая стоимость проекта превышает полмиллиарда рублей. Но все, что сделал генподрядчик на сегодняшний день, только подготовительный этап. Отставание серьезное около 40 дней и 112 миллионов освоено порядка 16. Наверстать упущенное пока не могут и три субподрядчика, нанятых в ДСУ-7. Готовность по основанию составляет всего 20%. В генподрядной организации применены штрафные санкции за нарушение технологии ведения работ в размере 3 384 000. А это уже центр Абакана, улица Пушкина, одна из основных дорожных артерий города. Ее капитальный ремонт в границах Некрасова-Тараса Шевченко должен быть выполнен к 15 сентября. Но как завершить то, что еще фактически и не начато? Подрядчик все тоже многострадальная ДСУ-7. И здесь срывает сроки. Выполнено только 5,5% от общего объема работ. В санкции с графиком вводения работ на сегодняшний день мы должны приступить к устройству дорожной одеты, к асфальтированию. Но мы еще увозимся с бакерными камнями, водополучающими колодцами. Причина, самое главное, отсутствие квалифицированных рабочих кадров, которым у подрядчика нет на сегодняшний день. Подрядчик подтверждает, рабочих действительно катастрофически не хватает. Но тут же объясняет, отставание связано с тем, например, что большую часть работ на улице Пушкина невозможно производить тяжелой техникой, а только вручную. Кроме того, проекты несовершенны. Мы простояли не две, а три недели, пока согласовывали. Это 20 дней от отставания. Мы согласовывали новый материал в дорогу. И в итоге эта работа была не полностью закончена. И часть дороги нам пришлось снять тот материал, который был уложен, и менять его на новый. То есть мы нашли, предложили совершенно новый материал. Мы его сами произвели, привезли. При доставке администрации Абакана и нашему министерству транспорта четкое понимание, в какие сроки вы что планируете сделать, на какие цифры освоения и какие работы вы планируете выйти. Директор ДСУ-7 заверил, как только начнется укладка асфальта, сроки отставания сократятся в разы. Весь материал и техника для этого есть. Глава региона Валентин Коновалов, в свою очередь, отметил, для расторжения контрактов тоже есть все основания. Если до 5 августа по графику производства работ будут сбои, договоры аннулируют. Юлия Свинцова, Андрей Доржу, РТС. Проблемным оказался и путепровод, который также в рамках нацпроекта недавно отремонтировали дорожники. В нашу редакцию обратились телезрители, которые утверждают, дорога в мостотряд, которую сдали пару месяцев назад, уже разрушается. Этот участок путепровода реконструировала компания «Энергоресурс» в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» с прошлого года. Дорожники полностью снесли старые конструкции и установили новые, положили новый асфальт. Стоимость работ более 50 миллионов рублей. Однако подрядчики затянули со сдачей, готовый проект сдали лишь в этом году. И вот асфальт начал проседать. В Министерстве транспорта нам пояснили, поводов для беспокойства нет. Такая просадка грунта характерна для новых участков. «Энергоресурс» уже обязали устранить все недочеты. Сейчас происходит доуплотнение, то есть местные просадки грунта. И, следовательно, асфальтобетонного покрытия. Мы отслеживаем это, работаем с подрядчиком. И подрядчик до конца строительного сезона обязательно устранит данные дефекты. По гарантийным обязательствам. Гарантийные обязательства, предусмотренные контрактом, сроком до 8 лет. Мы будем отслеживать и дальше состояние этого путепровода. И он будет устранять за свой счет. А вот сибирская генерирующая компания приступает к модернизации внутригородских сетей Черногорска и 9-го поселка, в результате которой в самой старой части города будут закрыты сразу две котельные. И это только начало. В 9-м поселке Черногорска начались работы по строительству теплосети. Энергетикам нужно спешить, ведь тепло по новой магистрали планируется подать уже к ноябрю этого года. Такого масштабного ремонта в Хакасии не было около 40 лет. Стоимость проекта почти 750 миллионов рублей. Основные затраты более 460 миллионов – это инвестиции сибирской генерирующей компании. Остальное выделил фонд содействия реформированию ЖКХ. Латать старые трубы не будут, построят новые, а еще откапиталят тепловые пункты и насосные станции, чтобы тепло гарантированно доходило до потребителя. Протяженность идти от котельного номер 2 до котельного капитала 4,5 километра – это первый этап. Вторым этапом у нас будет соединение котельной южной и котельной номер 2. Это протяженностью 5 километров в диаметре 400 миллиметров. Следующий этап у нас будет, который мы тоже начнем и должны закончить в этом году. Задача максимума в этом году не только построить тепловую сеть, но и закрыть котельную ГПТУ, котельную номер 7 и котельную номер 1. В планах избавиться сразу от двух котельных девятого поселка, которые отравляют жизнь местным жителям. Целый букет проблем котельных номер 7 и ГПТУ будет решен. А потребители перейдут на тепло от более надежной котельной номер 2 на улице Орлова. Ее тепловых мощностей хватит с лихвой. Строительство новой тепломагистрали на тарифах для населения не отразится. Тариф будет единый и по городу, и по девятому поселку. В поселке работу тепловиков этой зимой уже оценили. В квартирах стало гораздо теплее. Естественно, у нас каждый год проблемы были с отоплением, а в прошлый год это было нечто. Было все. Вот все очень тепло. Я сужу по прошлому году. Нам вот это СГК отремонтировало трассу, полностью подведя к дому. Я очень довольна. Всю зиму было жарко. Кстати, в результате проекта уменьшится и количество экологических проблем. И не только в Черногорске. В этом году СГК планирует закрыть еще одну крупную, но старую котельную в селе Подсинее Алтайского района. И тоже при поддержке фонда содействия реформированию ЖКХ. Все это снимет целый ряд наболевших вопросов сразу в нескольких населенных пунктах Хакасии. А жители получат не только надежное тепло, но и более чистый воздух. Полина Назарова, Руслан Шелгынов, РТС. Хакасия – место, где исполняются желания. Накануне больше сотни туристов и представители туроператоров России вернулись в Москву. Полные впечатления от увиденного в республике. А еще полсотни жителей Центральной России, наоборот, прилетели в Хакасию. Съемочная группа РТС провожала первый трансфер и узнала, какие эмоции вызвала Хакасия и чем менеджеры федеральной туриндустрии готовы завлекать туристов в российскую глубинку. Хакасия – это место силы, и мы в этом убедились. И мы улетаем, и с собой что-то уносим такое ценное, что заставляет сюда обязательно вернуться. Очень душевное место, нам очень понравилось, и будем всем своим друзьям. Я маму сюда хочу еще в гости пригласить. Мне кажется, сюда всем можно советовать прилететь. Пока не увидишь все своими глазами и не прочувствуешь атмосферу, не поверишь, что в Хакасии так здорово. Такие эмоции практически у всех туристов, представителей федеральных СМИ, российских туроператоров после недельного пребывания в нашей республике. Туристы наши все довольны, абсолютно все. Настолько отметили энергетику наших мест, места силы, то есть и горы, и леса, и реки, и Нисеи, и Сан-Шушинская ГЭС. Локаций очень много, не удалось все показать, но то, что мы показали, все пребывают в восторге. Первый чартерный рейс с туристами, среди которых были журналисты и сотрудники турфирмы из разных регионов страны, прибыл в Хакасию в прошлое воскресенье. Наша республика стала настоящим открытием для индустрии организованного отдыха благодаря федеральной программе. Правительство Хакасии при поддержке Ростуризма заключило соглашение с одним из крупных федеральных туроператоров, компанией «Анекс Тур». Для тех, кто прибыл на первом чартере, была организована насыщенная программа, в том числе посещение сакральных мест, сундуки, околохты, осмотр себя на Шушинской ГЭС, Борус, Гладенькая и даже шаманские обряды. Очень много мест силы. Я для себя отметила околохты. Вот этот подъем 965 ступенек было тяжело, но потом было очень приятно. Нас многие кричали. Отсюда нельзя кричать. Мне понравились все горные места, то есть откуда открываются виды, мраморная гора. Мы были два дня назад. Очень красивое, невероятное просто место. И, ну, действительно, тут хочется загадывать желания, они, правда, исполняются. То есть мы, можно сказать, мне кажется, сейчас половина наших желаний уже исполнились, и они продолжают исполняться. Из того, что нужно посмотреть, однозначно, кажется, сундуки. Ну вот как-то так сложилось. Хотя мне очень понравилось на Красноярском водохранилище, где мы были, очень красивые виды, конечно, безусловно. У вас замечательный местный кривический музей. Вот с такой бережностью все это подобрано, собрано, расставлено, красиво, точно, умно, можно красиво фотографировать. Очень хорошая экскурсия. Замечательная этника, которая осталась. Да, мы были и там, где стоит каменная баба. Сказали местам силы, спасибо. И вообще, вы знаете, такое, во-первых, выполнение желаний. Если вы случайно где-то уже услышали, о том, что здесь было очень большое желание в нашем туризме открытие определенных границ для того, чтобы тоже поток денег пошел в нашу сторону. И я уверена, что этот поток мы тоже в Хакасию будем отправлять и туристов, и возможностей, потому что это край, который стоит посещать точно. Во-первых, тебя дут хитворяет. Я стала богаче духовно. Во-вторых, здесь вкусно. Здесь чисто. Кстати, фотографии и эмоции из красочных мест солнечной Хакасии уже разлетелись по соцсетям. Менеджеры говорят, многие жители Центральной России уже готовы забронировать тур в нашу республику. Так что нужно готовить больше мест в гостиницах и строить скоростные трассы. Мне бежут люди и спрашивают, когда полететь, как, сколько, куда, то есть какие программы есть. Многие на самом деле не хотят лететь из-за того, что они не знают, насколько это прекрасно. Именно гостиницы оказались лучше, чем я ожидала. В принципе, и сервис мне понравился. Но единственное, что надо как-то расстояние, мне кажется, сокращать. Может быть, строить скоростные трассы. Вот это было бы да. Уже воскресным вечером в Хакасию прибыл очередной чартерный рейс. На борту полсотни туристов из разных регионов России и 10 представителей туроператоров. Расширилась и программа пребывания. Туристы посетят чистейшее озеро Ид, Культуемский провал, форелевое хозяйственное Енисеи, музей-заповедник в Казановке. Увидят Большой Салбыкский курган. Также предусмотрен отдых на территории базы отдыха Изербельский ключ. Катерина Ярушина, Андрей Доржу, РТС. Больше двух тысяч туристов из разных регионов России посетят Хакасию до осени. Такие планы у Ростуризма совместно с правительством республики и федеральным туроператором Аннекс Тур. И, судя по отзывам гостей, уже посетивших красоты Хакасии, они вполне реалистичны. Об этом сегодня рассказал в эксклюзивном интервью министр экономики Николай Евдокимов. По его словам, сейчас необходимо помогать нашим предпринимателям укреплять материально-техническую базу, баз отдыха и гостиниц. А это индустрия гостеприимства и высокое качество обслуживания. Обратят внимание и на кадровый вопрос. Сейчас его помогают решить студенты, работающие в летнее время. Но востребованность в гостиницах и турбазах возрастает, и кадры нужно восполнять. Кроме того, продолжат проводить в соответствии инфраструктуру и дороги. Не за горами зима, а значит, туристы должны увидеть зимнюю Хакасию полную активного досуга. Первый рейс прилетел и улетел на высоком позитиве. Это дает нам шансы в дальнейшем эту тему развивать, развивать поэтапно. Но плюс в этом заинтересован еще и рост туризма. Здесь мы идем рука об руку, поэтому мы рассчитываем на определенную помощь и с федерального бюджета. Сейчас начинается бюджетный цикл, то есть это и федеральный бюджет, и республиканский бюджет. Соответственно, будем уже смотреть на какие цели аккумулировать, пусть и небольшие, но тем не менее ресурсы. Чтобы в следующем году уже тот турист, который к нам приезжал, почувствовал изменения. То есть это не только наша уникальность, как такова это отношение людей к туристам, то есть достаточно благоприятное. В принципе, это люди тоже, наши гости отмечали. Ну и, соответственно, уровень комфорта. И приятная новость. В театре кукол «Сказка» в августе состоится долгожданная премьера. После долгого перерыва у труппы наконец-то начались репетиции спектакля «Сон в летнюю ночь» по пьесе Шекспира. В республику уже приехал режиссер спектакля Петр Зубарев. Бутафоры, художники, скульпторы, конструкторы и швей приступили к пошиву костюмов и подготовке декораций. Премьера запланирована на конец августа этого года. По словам режиссера, это самая безумная комедия у Ильи Мишекспира. И спектакль обещает быть таким же. Зрителю нужно быть готовым к трюковым моментам, подвижным декорациям. Все будет двигаться, летать и кружиться. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации на нашем сайте tvrts.ru и в социальных сетях РТС. Подписывайтесь, узнавайте информацию первыми. Далее же вас ждет прогноз погоды. Ну а я с вами прощаюсь. Всего хорошего. Продолжение следует...